Здравствуйте, в эфире Город С. Сегодня мы собрались с женским коллективом и неспроста будем говорить о прекрасном и слабом поле, о наших достижениях и проблемах. В нашей студии председатель Городской общественной организации «Союз женщин» Наталья Виктор, первый заместитель председателя Людмила Осипова и победитель конкурса акции «Женщина года» в Самаре в номинации «Женщина-руководитель» Татьяна Юрьевна Софиулина. Софиулина. Добрый вечер, уважаемые дамы. Скажите, пожалуйста, вот я уже сказала, что прекрасный и слабый пол, вообще принято о женщинах говорить, что слабый пол. Вот в наше время вы чувствуете, что что-то меняется вот в таком соотношении мужчина-женщина, женщина вот в равенстве? Или на это тоже обращают внимание? Вот вы замечаете, что есть какая-то вот иногда дискриминация все-таки появляется или нет? Наталья Николаевна, вы как председатель общественной женской организации, вот что скажете? Ну, я скажу то, что в настоящее время все больше и больше руководящие посты занимают как раз-то вот женщины. Понимаете, эта дискриминация мужская, она абсолютно уже уходит на задний план в прошлый век. А в этом году и в это время, и в эту эпоху женщина все-таки начала показывать свою активность, проявлять свою заинтересованность в жизни общества, в жизни общества и начала лидировать даже в некоторых моментах и в некоторых отраслях. Хороший яркий пример, председатель Дома городской у нас сегодня, по-моему, впервые в истории, женщина. Вот хочу у Людмилы Яковлевны спросить, вы как первый заместитель думаете о том, чтобы соблюсти вот это радио и что-то придумывать для мужчин, может быть? Потому что вот женщина-женщина, но женщина без мужчин все равно не может полноценно существовать. Вы знаете, я продолжу ваш разговор. Дискриминация соблюдается, вернее, есть в обществе то, что у нас женщин больше. Ага, вот в этом. И мы более активные. И мужчинам мы хотим помочь. Мы хотим создать союз мужчин, чтобы привлечь к общественной жизни самых ярких, самых активных, жизненной такой позиции. Потому что любой вопрос нужно разрешать не только с позиции женщины, но и с угла взгляда мужчины. Да. А председателем этой организации будет мужчина, надеюсь? Конечно. Но мы будем дружить. Да, это очень хорошо. Помогать друг другу. И впервые в этом году мы проведем праздник такой же, как и женский конкурс мужчин. Для того, чтобы поднять их статусность, активность. Да, очень интересно. Мы приглашаем вас на этот праздник. Ну вот совсем недавно подвели итоги акции конкурса «Женщина года» Самары. И Татьяна Юрьевна в нем участвовала. В такой сложной номинации, да, женщины-руководители. Много вас там было, участниц вообще вот в этой номинации? Конкуренция большая была? Конкуренция была большая. Но я хочу сказать, что брать на себя ответственность – это вообще в природе женщины. Поэтому, наверное, неудивительно, что так часто мы сейчас встречаем женщину-руководители. А скажите, чем вы руководите? Каким коллективом? Я хотела бы представиться, что я являюсь директором государственной бюджетной оздоровительной в общеобразовательной организации «Санаторная школа-интернат» номер 9 городского округа Самары. Поэтому я руковожу женским тоже коллективом. И на этот конкурс, в этом конкурсе я участвовала с удовольствием. Меня выдвинула наша организация, то есть школа-интернат. Мою кандидатуру утвердили районные организации «Союз женщин». И я попала в финал. И таким образом стала номинанткой, победителем в финале конкурса. И я считаю, что вообще для меня была очень большая честь, когда глава городского округа Самара, Фурсов Олег Борисович, вручал награду. Вы знаете, это еще больше вдохновляет на труд, на то, что ты выполняешь очень нужное, очень важное дело в обществе и в нашем любимом городе. Но вообще как будто выросли крылья, второе дыхание открылось, хочется что-то делать. Да, ну это просто, конечно, замечательно. Вот этот эффект можно просто поучаствовать, получить, и уйти, и дальше не продвигаться, и не думать. Вы сказали, что вы руководите женским коллективом, и женщина-руководитель. Есть специфика определенная в этом? Потому что женский коллектив, наверное, тоже имеет и плюсы, и минусы. Вы знаете, женский коллектив, конечно, имеет плюсы и минусы, но точно так же, как и руководитель женщины, имеет плюсы и минусы, потому что от женщины-руководителя прежде всего ждут понимания, а потом уже принятие решения. У женщины-руководителя женщине проще отпроситься по каким-то проблемам, по каким-то своим делам, и вряд ли женщина подойдет с этим вопросом к мужчине. А у вас не боятся подчиненные? Нет, я думаю, нет, потому что у нас в коллективе, я очень люблю свой коллектив, очень, потому что он творческий, и прежде всего это просто единомышленники. И те люди, которые попали в образование не случайно. Это выбор определен их судьбой, это их призвание. У нас любимая песня «Кусочек сердца» отдавать кому-то, такая, брат, у нас с тобой работа. Вот так работают наши педагоги. Ну, хорошо. Наталья Николаевна, вы тоже руководите коллективом медицинского учреждения. Это тоже неимоверная нагрузка. И еще плюс к ней. Совсем недавно вы возглавили общественную организацию «Союз женщин Самары». Вот как вы принимали такое решение, и как вы вообще распределяете вот свое время, ответственность вот между такими делами? Ну, я хочу сказать, что городская организация «Союз женщин» городского округа «Самары» существует не так давно, всего три года. Это молодая организация на фоне областной организации «Союз женщин». Нам всего три года, и с образованием этой организации, в общем-то, я была и членом ее, сходила в состав организации «Союз женщин». И ты росли до председателя. Я возглавляла комитет по здоровому образу жизни, и затем, когда настала пора отчетно-выборной конференции, вот мои коллеги из «Союза женщин» единогласно приняли решение, что, в общем-то, эту организацию должна возглавить я. Ну, это честь, я считаю, большая оказана мне, и, конечно, это большая ответственность – вести такую огромную организацию общественную, значимую в городе и в области. А сколько у вас сегодня в обществе? В обществе 300 человек. Но вот сейчас поставили задачу мы, что «Союз» надо расширять, увеличивать членов, привлекать молодых женщин, активных, которые хотят заниматься общественной работой и которые, в общем-то, с активной жизненной позицией. Понятно. Людмила Яковлевна, а как вот, если у человека есть такая потребность реализовать себя в общественном плане, вот с чего начинать? Как вы будете привлекать желающих? Ну, во-первых, помимо мероприятий, которые мы проводим постоянно, у нас есть свой сайт. И так как сейчас молодежь, они все грамотные, и на наш сайт легко войти, и там есть все телефоны контактные, мы всегда их примем. Еще мы как бы выполняем, наверное, не выполняем, а поддерживаем инициативу нашего губернатора Николая Ивановича о том, чтобы приблизить к народу. А, ну это последний тренд, да. Власть и народ сближаются. Мы на одном первых, наверное, последнем заседании Президиума Союза женщин, городского округа Самары, решили создать приемные, так сказать, в каждом районе с привлечением и врачей, то есть здравоохранения, и образования, и юриспруденции, и работников ЖКХ, потому что у народа вопросов много, и не все могут дойти куда-то. И бесплатных мало консультаций таких. Да, и бесплатных. Женщины это приняли все на ура, в каждом районе. И вы знаете, когда мы соберем, как бы будем концентрировать вот все эти жалобы, мы будем знать, значит, к кому обращаться, и где какая большая проблема или больная проблема, и как ее решить. И у нас уже подписано такое соглашение с центром, вернее, с Гольцовой Ольгой Дмитриевной, уполновочим был правом человека. Она пообещала нам всяческую поддержку своими сотрудниками при работе вот этих приемных. Ну, замечательно. Татьяна Юрьевна, не собрались еще в такую организацию вступить? Видите, сколько тут перспектив для вас. Вы сказали, что вы хотите работать. С удовольствием, да. Это как бы новые перспективы. Ну вот, принимайте практически нового вашего члена. Наталья Николаевна, скажите, я просто немножечко хочу добавить, здесь даже понятно, что аккумулировать все обращения граждан, их проблемы, чаяния, но и самое главное, что решать сразу же на месте, потому что многие вопросы социального плана решаются мгновенно. А чем могут помочь в решении этих проблем вот те, кто войдут в состав общества вашего, вот вы чего сами ждете? Вот вы сказали, что вы будете расширяться. Что нужно вот от представительницы вашего союза? От нашей вообще организации. Цель нашей организации. Чем вам помогут вот ваши члены сами? Что они конкретно могут сделать? Все что угодно. Женщины у нас активные входят в наш союз. Энергичные, занимающие... С различных сфер деятельности. С различных сфер деятельности, конечно. И каждый где-то может что-то... Есть и соцработники, есть и медицинские работники, педагоги. Юристы. То есть юристы. Но они же на своем рабочем месте тоже могут заниматься и должны заниматься вот этим проблемом. Они этим занимаются, но не все идут в определенные инстанции. Понимаете, проще идти в общественную организацию к подругам. Мы ведь называем друг друга подруги. И поэтому легче прийти вот к подругам, высказать по-женски, поделиться своими какими-то проблемами. И тут же, может быть, вот наши женщины тут же начинают оказывать и протягивать руку, помощь, содействовать. Вот Людмила Яковлевна хотела, наверное, про это сказать, да, что про банк... Скажите. Вот сейчас уже в двух районах, это в Ленинском и в Октябрьском, создали банк вещей для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И вот этот банк вещей буквально вот в январе месяце помог таким людям. Вот были пожары январские такие. И мы продолжаем, их будем продолжать, вернее, создавать в каждом районе. И Наталья Николаевна сказала, что в наш союз входят женщины с различных действительно сфер, различной образованности. И человек приходит к своей проблеме, она может быть даже, ну, если образом говорить, яйца выделяется, но она не знает, как выйти из этой ситуации. И просто общение, или с ребенком какие-то неприятности, или семейные какие-то передряги, понимаете? Мы постараемся сами их развести, но, а если мы сами не сможем, то я думаю, что нам помогут подруги, которые работают в соответствующих организациях и органах. А вот для нашей общественности характерно, это пойдут ли люди вот к вам? Вот со своими проблемами лично пойдут? Потому что, мне кажется, вот не каждый пойдет вот чужим людям. Это в поезде хорошо, в купе. Сел, рассказал и больше не увиделся. А вот, наверное, так и получится, что женщина придет в эту организацию, потому что она может не знать, кто конкретно перед ней находится. И главное для нее высказать, может быть, свою проблему, чтобы ее выслушали. И это для человека очень важно, чтобы его умели слушать. И ей станет просто-напросто легче. Она уйдет, не ожидая, в общем-то, ничего, ни какой-то материальной помощи, ни того, что кто-то к ним придет домой, разрешит ее проблему. Она поговорит и с другим настроением придет тоже домой. Да, подруги помогут. У нас как боевые так звучат подруги. За последние две недели поступило уже три обращения с вопросом, как вступить в вашу организацию. Давайте вернемся к конкурсу. Нужно сказать, отметить, что статус высокий довольно у конкурса, потому что и глава города, и председатель дома, который мы уже упомянули, участвовали и, в принципе, очень поддержали и позитивно высказались о конкурсе. Скажите, пожалуйста, какие там номинации? Вот очень интересно, что, какие качества ценятся в современной женщине, и какие номинации были? У нас было 10 номинаций. Это, как мы сказали, женщина-руководитель, это женщина-образование и науки, это женщина-специалист здравоохранения, это женщина-работник культуры, женщина-общественный деятель, и еще была первая раз вообще в этом году такая номинация, как новое поколение. То есть молодежь уже пошла? Конечно. Мы привлекаем молодежь, которая заслуживает этих номинаций, что-то сделала уже молодежь и заслужила внимание городской общественности. А желающих много было поучаствовать в этом конкурсе? Много. Много было желающих. Проходил отбор, проходил конкурс, и вот победителями во всех номинациях в этих 10 стало 40 человек. 40 женщин были отмечены дипломами. Да, ну давайте посмотрим сюжет. У нас есть сюжет о моменте награждения победительницы. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Быть успешными во всем – главный девиз этих женщин, любящие мамы и супруги дома, уважаемые руководители на работе. Женщины года Самары получают заслуженные награды. Это дает дополнительный стимул. Стимул к росту, стимул к совершенству, стимул к тому, что наши добрые дела, то, что мы делаем для наших детей, то, что мы делаем для города, не остаются незамеченным. Этим супервумен все под силу. Самарские женщины добиваются больших успехов не только в работе, но и в общественной деятельности, и в семейной жизни. Наши замечательные самарчанки радуют нас высокой рождаемостью. Это обязывает нас к тому, чтобы мы создавали соответствующую инфраструктуру, строили детские сады, создавали школы. И должен вам сказать, что за последние годы в нашей области, в нашем городе, в частности, создано более 18 тысяч дошкольных мест. Впервые за 20 лет в нашем городе заложены две современные школы. Школа, которая строится в Волгаре и которая должна была быть сдана в следующем году, будет сдана досрочно, в первом сентября текущего года. Кандидаты к названию «Женщина года» выдвигали трудовые коллективы. Сначала им предстоял районный отборочный тур и только после этого городской этап. Женщина, она прежде всего мать. Она хозяйка. И она должна заботиться обо всех тех, с кем она живет рядом. Мы награждаем 40 женщин. 40 женщин в разных номинациях. Это и женщины-руководители, это женщины, которые работают в разных сферах. И мне очень приятно, что сегодня вот такой праздник состоится. Я хочу сказать, что это на самом деле звание, оно победительница данной акции и номинации. Оно обязывает еще больше заниматься общественной работой и еще лучше работать на своих местах. Во благо нашего города. В Самаре еще много необыкновенных женщин, инженеров, воспитателей, врачей и учителей. У них впереди еще целый год, чтобы попробовать свои силы и стать женщиной года 2016. Уважаемые телезрители, хочу к вам обратиться и напомнить, телефон 202-11-22, мы в прямом эфире. Если у вас есть какие-то размышления по поводу того, как женщинам живется сегодня в нашем обществе и при нашей такой вот, ну, не совсем простой ситуации, или у вас даже если есть проблемы, то можете задать свой вопрос представителем общественной организации «Союз женщин» Самары. Скажите, пожалуйста, еще какие-то яркие моменты этого конкурса? Или, может быть, вот сам конкурс на что-то вас дальше вот направил? Какие-то идеи новые появились после его проведения у вас возникли? Какие у вас впечатления у самих остались? Потому что, как организатор, вот сейчас вот Людмила Яковлевна увидела, говорит, как красиво у нас там было, вот на этом конкурсе. Вы знаете, нам вот пришлось немножечко трудно при подготовке, потому что Наталья Николаевна сказала, что мы только с 20 какого числа стали... В январе практически. Да, и осталось очень мало времени. Но мы приложили все усилия. Надо сказать, весь президиум «Союз женщин» работал и помогали просто подруги со стороны активистки. Мы его намного усовершенствовали, чем прошлогодний конкурс. У нас есть задумки, но они пока задумки. Как бы, думаю, рано говорить о них на следующий год. Но надо отдать должное нашим всем активистам, что мы провели конкурс, вот подготовили, провели за такое короткое время. И все, кто участвовал, ведь участвовали бесплатно. Свою душу, сердце, дети дарили вот мамам своим, тетям, там, ну, женщинам. Был просто подобраны замечательно концерты, номера художественной самодеятельности. Да. Ну, в общем, получился такой праздник. Да. И можно сказать, чуть ли не шоу, да, если вот говорить о концертной составляющей. А уж если осенней птицы, это вообще просто завершающий этап со словами «Браво, бис». Зал пел. Зал пел. Зал пел, да. Вот видите. Значит, атмосфера была хорошая, если люди откликаются. Нет, ну, атмосфера, конечно, была очень хорошая. Дело в том, что, во-первых, на первое место, наверное, надо вставить то, что пришли такие люди награждать наших победительниц. Это и, конечно, Олег Борисович Фурсов, глава городского округа Самары. Это Галина Геннадьевна Андреянова, теперь у нас председатель дома городского округа Самары. Это и Ажередов Павел Геннадьевич. Это и депутаты нашего городского округа Самара. То есть люди, которые пришли поддержать, поздравить наших женщин. Это, конечно, дорогого стоит. Ну и атмосфера, конечно же. Да, ну-то я уже сказала, что статус довольно высокий. Да, конечно. Показательно то, что не вышло из зала, вот досрочно, и раньше времени не ушел ни один человек. Я думаю, что это показательно. Конечно. У нас есть звонок от телезрительницы, надеюсь. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Можете любезно. Можете любезно. Скажите, пожалуйста, адрес банка вещей, куда можно принести вещи? Это администрация Октябрьского района городского округа Самары. И в Ленинском районе это при церкви. Ну вот я точно не... А какой церкви? Пока я вам не скажу. А вот в интернете вот на сайте. Да, в интернете можно все на сайте прочитать. И в Октябрьском районе также служба социальной помощи это по адресу Скалеренко 1. Вы можете принести туда. Там тоже организован банк вещей. Мы такие банки вещей в будущем организуем в каждом районе. Да. Татьяна Юрьевна, у вас социальное учреждение, да, такой направленности, санаторная? Санаторная школа-интернат. Скажите, пожалуйста, что это за организация? Как вы работаете? И главное, кто ваши пациенты, если можно так сказать? Ну, у нас не пациенты, а обучающиеся. Обучающиеся. У нас действительно, да. Такое направление интересное. Ну, прежде всего, это школы, это образовательная организация. Но эта школа единственная в городе, и которая принимает, в отличие от других школ городского округа Самары, детей из любого района. Потому что у нас дети обучаются с бронхолегочными заболеваниями. К сожалению, здоровье детей оставляет желать лучше. А точнее сказать, это проблема. И большая проблема. Потому что, ну, здоровых детей крайне-крайне мало. А бронхолегочные заболевания это очень серьезные заболевания. И поэтому в нашу школу, она, во-первых, расположена у нас относительно экологически чистом районе. Мы находимся на первой линии девятой дачной просеки, на берегу Волги. И поэтому дети имеют возможность дышать волжским воздухом, окруженным и там хвойным, остатками хвойного леса. Но тем не менее, условия созданы просто там прекрасные. Попадают к нам дети по направлению медицинской комиссии своих поликлиник. В зависимости вот от диагноза. И мы принимаем детей с первой по девятый класс. И дети, так как я вот скажу просто об особенности, потому что слово интернат, ну, иногда очень пугает. И в принципе, интернат это школьная гостиница. Потому что дети, которые пришли к нам из Куйбышского района, Самарского района, даже Ленинского района, они не имеют такой возможности и уезжают домой каждый день. И родители при пробках в городе, при современном движении тоже не имеют возможности их забирать. И поэтому у нас получается школа полного дня или школа круглосуточного пребывания. У нас очень хорошая база, очень хорошая, для оздоровления детей с бронхолюгочными заболеваниями. И так я уже долго говорю, я только скажу одно, что нашей гордостью это является искусственная соляная пещера, голокамера. В поликлиниках это платные услуги, а наши дети получают курс лечения два раза в год бесплатно. И у нас бесплатное пятиразовое питание, потому что для детей с бронхолюгочными заболеваниями это самое главное. Хорошее питание, хороший воздух, режим дня. И процедура оздоровления. А вот с общественниками, с волонтерами, вы как-то сотрудничаете? Да, вот мы сотрудничаем ваше учреждение в помощи. Несмотря на то, что вы уже были давно в организации, все-таки, что вы будете, какие-то проекты, может, у вас идеи уже появились, чем займетесь, и как вы видите вот эту линию своей организации, куда ее направлять и расширять? Ну, вы знаете, я, наверное, начну-то с прошлого. Вообще, наше движение очень активно поддерживает администрации городского округа Самара, Дума городского округа Самара и губернатор Николай Иванович Меркушкин. В свою очередь, мы, женщины нашей организации, активно участвуем в жизни города и области. Я могу сказать, что в 2015 году наши женщины принимали огромное участие и большое в выборной кампании. И в связи с этим многие из них получили благодарственные письма от губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. 40 из нас стали депутатами районных советов. Это тоже очень важно. Одна из наших подруг возглавила Думу городского округа Самара. Это Андреянова Галина Геннадьевна. Раньше она возглавляла союз женщин железнодорожного района и была нашей подругой. Она и сейчас является членом нашей организации и также осталась в президиуме нашего союза. Женщин городского округа Самара. Очень приятная такая деталь. Вот, может, не многие об этом знают, но вот видите, какие у вас выходцы. Поэтому, учитывая все это и то, что, в общем-то, как бы диктует время и диктует сейчас жизнь и какие направления нам, в общем-то, вырисовывает и правительство Самарской области, и городская власть, мы, конечно, должны идти с ними в ногу. Понятно. Вот вы сказали про выборы, сейчас, извините, перебью. Грядут следующие выборы, да, вот буквально. Уже, по-моему, началась подготовка объявили вот о начале выборов. Конечно. И непосредственно наша организация, конечно, будет принимать в выборах активное участие. Вот как вы участвуете, интересно, в участии в выборах? Ну, понятно, что у вас будут свои кандидаты, это уже такая... Нет, это кандидаты. Да, а вот... Затем нужно просто-напросто разговаривать в коллективах с женщинами, правильно их направлять, за кого проголосовать. Это не то, что давлеть, а именно просто объяснять, что ждать от того или иного кандидата. Нам что ждать, да? Нам нужно ждать улучшения качества жизни, чтобы в городе было все красиво, в области. Мы ведь вот сейчас видим, и в средствах массовой информации, и вы показываете эту информацию и в газетах, и нам доносят эту информацию в наше руководство и городское областное, детские сады новые, открываются, очереди в садике уменьшаются. Это на самом деле мы же это видим. Открываются новые школы, рождаемость увеличилась в области у нас, правительство Российской Федерации оставило льготы, оставило для вот этих сертификатов и материнский капитал, то есть для женщин сохранило эту льготу и выплату, вернее, социальную. То есть вот это то, что мы должны доносить до наших женщин, до наших коллективов, они в свою очередь это тоже доносят до кого-то, понимаете, и получается одна концепция, которая унисон с нашим правительством и с городским руководством. Понятно. Вот эта линия, да, теперь определилась. Да, это линия, конечно. Понятно. Скажите, пожалуйста, Людмила Яковлевна, вот в организационном плане как часто нужно вам собираться каким-то активом или, может быть, всем вместе, как часто проходят эти встречи, вообще, насколько они нужны или, может быть, через интернет, как вы говорите, зашли, все прочитали, что, где, когда, и все. Если по плану, то раз в два месяца президент собирается, но жизнь диктует свои правила и свои условия. Бывает так, что мы собираемся по одному звонку, потому что нужно разрешить ту или иную проблему или встретиться. Мы собираемся пропагандировать здоровый образ жизни не только среди женщин, но и среди подростков. И мужчин, наверное. Вот раз вы собираетесь с ними заниматься. Естественно, и мужчин. Но сейчас больше всего нас, женщин, волнует подростковое поколение. Да? Да. Вот интересно, какой вот акцент. Как-то удивительный даже. Ну, Наталья Николаевна, конечно, сможет объяснить, Я думаю, что да. Врачу и флаг в руки. Да, потому что вот у нас совсем немного времени. Это отдельная большая тема. Я просто вот хотела еще полминутки уделить вам и спросить у вас, какие принципы руководителя для вас важны, так как вы стали лучшей среди женщин руководителя. Что самое важное? Какой принцип? Какого принципа вы придерживаете? Вы знаете, наверное, все-таки я представительница женского стиля руководства. А женский стиль, он в себе соединяет прежде всего, наверное, доброту и строгость, женственность и деловитость, спокойственность и требовательность, мягкость и волю. Все вместе взятое, наверное, так. Но вообще, конечно, самое главное в настоящее время это демократичность или общение, как я уже сказала, руководство. Потому что самое главное, чтобы члены твоего коллектива, а у нас коллектив большой. Да, спасибо большое. Услышала главное слово демократичность. Этого же желаю и вашему коллективу общественному и, как вы сказали, женственности, чтобы женщины были женственными, а мужчины мужественными. Спасибо большое за участие в эфире. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok